Татьяна Пискунова – советская актриса театра и кино. Она была одной из востребованных артисток 70-х годов. Она успела сыграть небольшое количество ролей, однако все ее образы были яркими и запоминающимися. А главной работой в ее карьере стала кинолента «Иванда Мария». Возможно, она могла бы добиться большего, если бы не страшная трагедия. Татьяна Пискунова появилась на свет в 1953 году в семье военного, поэтому нередко семье приходилось переезжать из одного города в другой. Однако большую часть детства и юности Татьяна провела в Псковской области. Здесь же девочка увлеклась и творческой деятельностью. Однажды она записалась в театральный кружок и буквально загорелась актерской деятельностью. Неудивительно, что по окончании школы Татьяна сделала выбор в пользу театрального вуза. Так девушка отправилась в Ленинград поступать в театральный. Удача была на стороне Татьяны, и ей удалось стать студенткой Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии с первой же попытки. Пескунова была одной из лучших студенток на курсе. В студенческие годы она исполнила и первую свою роль. Ее дебютом стал образ девушки Тамары в фильме «Пятая четверть». В это же время молодая актриса получает главную роль в фильме-сказке «Иванда Мария». Картина имела большой успех и была высоко оценена зрителями. Молодую и очень красивую актрису заметили. Казалось, что у всех на глазах происходит зарождение новой звезды советского кино. И, вероятно, так бы и было, если бы не большая и искренняя любовь. Своего будущего супруга Игоря Ливанова Татьяна Пескунова повстречала еще в студенческие годы. Между молодыми людьми возникли сильные чувства друг к другу, которые в конечном итоге привели к браку. В их союзе появилась на свет дочь Оля. Через некоторое время молодожены переехали в Ростов-на-Дону. Супруги были счастливы вместе. Казалось, что все еще впереди. Татьяна выходила на сцены местных театров, а супруг покорял советский киноолимп. Все складывалось очень даже неплохо. Однако все перечеркнула страшная трагедия. Летом 1987 года Татьяна вместе с 8-летней дочкой отправилась на поезде навестить своих родителей. Женщина хотела, чтобы и муж поехал вместе с ними, но он остался дома. А ночью мужчине сообщили, что его жена вместе с дочерью погибли. Это была одна из самых страшных и крупных железнодорожных катастроф в СССР. На ростовской станции Каменская в стоящий поезд на скорости 100 км в час врезался грузовой поезд, у которого отказали тормоза. Крайние вагоны практически разнесло на части. В одном из этих вагонов была и наша героиня с дочкой. На момент гибели актрисе было всего 33 года. Сложно представить, что тогда пришлось пережить Игорю Ливанову. Мужчина винил себя в том, что он не поехал вместе с ними и остался жив, а его дорогих девочек больше нет в этом мире. Позже актер попробовал вновь жениться. Его избранницей стала Ирина Бахтура. Однако отношения между ними не сложились. Спустя несколько лет актриса ушла Сергею Безрукову. Семейная жизнь актера сложилась лишь с третьей попытки. В браке появились на свет сыновья Тимофей и Илья. Свою первую супругу и дочь Игорь Ливанов никогда не забывал. Он и по сей день продолжает хранить в своем сердце светлую память о дорогих сердцу первой жене и дочке.